Всем привет, с вами Ник Найт, и я решил продолжить рубрику рассказов о лоре доты. И наверняка вы спросите, почему? Потому что. Надеюсь, понятно. И сегодня я расскажу вам о судьбе Рубика и Инвокера. Их история начинается в школе магии, этакий Хогвартс. Для начала стоит сказать, что магия в доте это искусство памяти, то есть всякие палочки в виде членов совсем не обязательны. Обычно деревенские чародеи способны выучить только одно заклинание, а колдуны и школы магии от двух до трех. А для того, чтобы получить титул мага, нужно знать не только более трех заклинаний, а еще и быть очень талантливым. Итак, вернемся к нашей истории. В школе Инвокера крайне уважали за его способность выучить более десятка заклинаний, поэтому никто не мог даже подумать, чтобы кинуть ему вызов на дуэль. Хотя, я думаю, это происходило не только из-за этого. Вы только посмотрите на его взгляд. Да он же смотрит на вас как на говно. Он готов вас унизить. А что если ему еще убрать прическу? Он же похож на Яйцеслава, я бы с таким точно связываться не стал. Не-не-не. А в отличие от Инвокера, Рубик не был магом. Он знал несколько заклинаний и даже не думал становиться магом. Однако некоторые чувствовали, что в Рубике что-то есть. И они боялись его потенциала. Все-таки он же был сыном Аганима, поэтому на него было совершено 7 покушений. Однако все они терпели неудачу. Рубику без проблем удавалось защищаться от нападающих. Он отправлял их в Гуфу, сбрасывал с балконов и так далее. Однако вскоре ему это надоело. И он решил бросить вызов самым уважаемым магам в Академии. Знаете, такой вызов можно расценить как самоубийство. Однако он был готов пойти на это. И вскоре битва с десятком магов состоялась. Поначалу битва была на стороне магов. Но вдруг Рубика окутал поток энергии. И его чакра девятихвостого лиса, а в смысле его сила, достигла максимума. И он сумел раскатать этих магов, обратив их смертельные заклинания против них самих. Это было невероятное зрелище. После этих событий силу Рубика признали. И его приняли в тайный совет и дали титул верховного мага. А еще он немножко потерял рассудок, стал одержим и у него появился нервный тик. Но об этом я расскажу в другом видео. А что же делал Инвокер в это время, спросите вы? Он просто наблюдал за этим боем, попивая пивко. А после того, как Рубика сделали верховным магом, Инвокер не смог найти себе достойного соперника. И поэтому покинул Академию, чтобы продолжать увеличивать свою силу в одиночку. К сожалению, он стал эгоистичным и высокомерным. А пути изучения магии привели его на сторону тьмы. В принципе, на этом можно и закончить историю. Однако, если вы хотите узнать, кто же такой Рубик, откуда появилась его сила, почему он потерял рассудок и откуда его нервный тик, тогда можете посмотреть следующее видео о Рубике. А на этом все. С вами был Ник Найт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие эпизоды. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok